Я включил, мы можем начинать. По тем темам, которые мы обсуждали, то их можно сейчас задать. А нет, мы начнем наше занятие. Ну хорошо, тогда с вашего разрешения мы действительно будем начинать. И мы начнем с заявленной темы, касающейся Белама. И я вам прежде всего действительно покажу ту надпись Дер-Али, или из Дер-Алы, или из Дубейского суккота, которая была найдена в 67-м году, как раз в году, когда произошла шестидневная война. И мы прежде всего прочтем эту надпись и соотнесем ее с Беламом из нашего рассказа, из нашего текста, из Торы. Тем более, что я получил некоторый вопрос касательно Белама. Так вот, сейчас я, секунду, я сделаю, секунду, сделаю share screen. Значит, надпись Дайна в переводе на русский язык. Я ее взял из учебника открытого университета, который я в свое время редактировал учебник ведения в библиистику. Вот надпись, как я вам уже и говорил, написана на каком-то из диалектов арамейского языка. Он не очень легко идентифицируется, но вы можете увидеть, не обращая внимания на то, что написано, там были свои требования к транслитерации имен, но это Белам, Белам, сын Беора. Давайте прочтем. «И пришли к нему боги ночью, и сказали Беламу, сыну Беора, и встану Белам утром, и поднялся народово к нему, и сказали Беламу, сыну Беора, что постишься ты и что плачешь? И сказал им, садитесь и скажу вам, пойдите посмотрите на деяния богов. Собрались и предстали духи на собрание, и сказали, шегер, за шеей закрой небеса, там тьма, а не сияние, ласточка, журавль, орел, и голос коршуна кличет, мучение и несчастье, цапля, воробей, орлы, голубь и птица, там, где овец гонят посохом, зайцы будут есть, не будут пить вина из чаш, слушайте поучения, возьмут тебя к искусникам». Там, где знаки вопроса, это значит, что на самом деле не удалось четко реконструировать то, что написано, дело в том, что надпись дошла в очень обрывочной, фрагментарной форме, разбитой, и ее составляли постфактум, то есть это все непростое было занятие. «Так вот, возьмут тебя к искусникам, плакальщице, составительнице мира и жрицы, носящему пояс кушак, кушак и кушак, непонятно, почему это слово повторяется, и услышат глухие издалека, и все видят несчастье, Шеггер и Иштар». Теперь есть две комбинации этой надписи, вторая комбинация совсем труднопонимаемая и совсем обрывочная, которая говорит не то о любви, не то о смерти. Мы сейчас даже не будем, может быть, обращать внимание на вторую комбинацию, достаточно посмотреть на первую. Значит, мы видим здесь, во-первых, Беламас. Прости, пожалуйста, откуда это, извини, пожалуйста, я пропустила, откуда эта надпись? Надпись была найдена в Заярдании, такое место в Ярдании, которое называется Дирала, и это место совпадает с библейским Танохическим Суккот, там, где, в частности, то место, которое проходил, например, Яков. Найдена надпись была в 1967 году, она была написана чернилами на штукатурке, и дошла в очень спорченном виде, и, в общем, как бы, трудились над ее реконструкцией, составили две комбинации. Какая связь между комбинациями, не до конца понятно, но что мы видим, исходя из первого времени? Это надпись, по-видимому, восьмого века до новой эры, конца восьмого века до новой эры. Это, впрочем, не означает, что традиции, которые в этой надписи отражены тоже этого времени, не могут быть и более ранними, но сама надпись датируется, исходя из химического анализа и исходя из полиографии к концу восьмого века до новой эры. И мы видим, что, даже не до конца понимая происходящее, что здесь описывается какое-то тревожное событие. Видно, что Билам с Эль-Гором получается общение от богов, которые приходят к нему ночью, а утром он встречается с народом. И народ дает ему вопрос, почему он плачет и пастится. Он объясняет им что-то не очень ясное, но достаточно угрожающее, что боги, видимо, собрались наказать за что-то народ, народ Билама. Что это за народ Билама, сказать трудно, но, как мы видели в прошлый раз, в Торе Билам с одной стороны как бы связывается действительно с Арамом, а с другой стороны он погибает вместе с медианитянами. То есть как бы до конца его идентификация непонятна. Надпись, повторяю, написана на одном из диалектов арамейского языка. И очевидно, что, видимо, ожидается то ли засуха, то ли голод «За шеи закрой небеса». Это, видимо, метафора, связанная с тем, что не будет дождя. Шегер, кстати говоря, имя божества, которое известно нам и истории, только оно не используется как божество. Шгар-Алафеха. Это как бы вроде как потомство твоих быков. Но, в общем, это имя собственное. И то, и другое появляется здесь. И Шегера, и Штар. Это имена богов, которые в Торе переосмысливаются и превращаются в что-то сельскохозяйственное, скотоводческое. Но это имена богов. И, видимо, описываются какие-то знамения здесь. Вот эти ласточка, журавль, орел, голос коршуна кличет. Все это, судя по всему, мы должны так понять, что все это наводит беду, горе. И то, что говорится дальше, очевидно, опять-таки, описывает вот этот будущее, будущее несчастье, будущий голод, не будут пить вина из час, нужно оплакивать, плакальщики, плакальщицы. Что такое носящему пояс кушак и кушак, трудно очень сказать. На арамейском хешев, 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 слово, которое появляется и в Торе при описании одежды первого священника. Вот такова это надпись. Я повторяю, что вторая комбинация еще менее понятная, какая-то там упоминается любвеобильная дева, не будет, видимо, свадьб, не войдет жених, смерть, черви, труп, такие слова. Очевидно, что это все описывает какие-то несчастья, но все это очень обрывочно. Теперь, что же мы из этого можем для себя вывести? Мы из этого для себя можем вывести прежде всего то, что на Древнем Востоке, в частности, как раз в тех местах, где находились такие народы, как Муав, Амон, Арам, было известно имя Белама сына Беора. И он был некий провидец, пророк, к которому обращались за разъяснениями. Это немножко напоминает то, как Ехискелюф в одноименной книге приходят старейшины народа и просят его сказать слово Бога. И вот этим здесь занимается Белам, предрекая тяжелые времена. на самом деле само по себе явление пророчества на Древнем Востоке нам хорошо известно. Известно из разных мест. Известно, например, из какого города Марий, который был недалеко от Вавилона. хранится примерно на Эфрате, хранится между Сирией и Вавилоном. И там появляются разные в текстах этого города Марий, это 18-й примерно век до новой эры, появляются разные пророческие фигуры. Есть пророчества более поздние, аккадские пророчества, ассирийские пророчества, ассирийские пророчества, это времен например, Шурбанипала, это 8-й век до новой эры, достаточно поздние. То есть как бы сам по себе феномен пророчества на Древнем Востоке засвидетельствован хорошо, что важно для нас в нашем контексте, это то, что Белам Синбер это единственная фигура пророка, который упоминается в Торе. И мы поэтому должны задаться вопросом почему это так? Собственно говоря, хотя традиция Хазаль, например, мудрецы говорят о большем количестве пророков и народцев, чем один. Есть известные тексты, в которых упоминаются, например, такие фигуры из Танаха, они называются пророками, как друзья Иова или Фаз Теймани, например. упоминается также сейчас я вам скажу, найду этот текст. Сам Иов тоже называется пророком. Это на самом деле Седру Лам Раба. Там сказано так, Билам и его отец Иов и Лефаз и Бильдад и Цофар и Ливу бен Вархиэль все это пророки, которые пророчествовали народам мира, пока не была дана Тора Израиль, так сказано в этом месте. Но это то, что говорят Хазаль. А в Танахе Билам это единственный народный пророк и это, конечно, наводит на некоторые размышления. То есть очевидно, что Танах в целом не признает пророчества вне Израиля. Пророки в Танахе это специфическое израильское явление израильской веры, хотя, повторяю, есть немало преемственностей и связей между библейским пророчеством и теми пророческими текстами, которые дошли до нас с Древнего Востока. Правда, надо отметить, что нигде, кроме Танаха нет больших пророческих книг, таких, которые вошли в наш канон. И вот я еще раз возвращаюсь к вопросу о том, почему же все-таки Белам Бен Беор был специально упомянут, специально упомянут Танахи. Я сейчас как бы выскажу некоторое предположение и готов буду выслушать ваши вопросы и замечания на эту тему. Я сделаю стоп шея пока. Мое предположение состоит в следующем, что если Танах Тора упоминает Белама, это значит, что он настолько значимая, выдающаяся фигура в культурном контексте того времени, что его просто невозможно не упомянуть. до нас дошла только одна надпись. Одна вот эта надпись из Дирала, которую упоминает Белама Бен Беора. Но, судя по всему, это действительно был такой очень значимый образ, который, может быть, подобно Ханоху, был всячески использован разными народами в их культовых и просто литературных текстах. И поэтому Танах не может его не упомянуть. Но как он его упоминает? Вот это интересно, я вам напомню, снова сделаю шер-скрим и открою тот файл, который представляет описание Белама в Танахе. Очевидно, что это описание в целом, конечно, отрицательное. С этим, я думаю, никто не станет спорить, однако, однако, это отрицательное описание не однородного. С одной стороны, есть притчи Белама, Мишлей Белам, написанные поэтическим текстом, где, в общем, если не знать всю нарративную канву, он предстает как настоящий провидец и пророк. Значит, он называет там себя провидцем, геверштум хаайн, значит, как бы муж с проницающим оком, слушающий слова Бога, Шумея и Мраэль, Махазэ Шадай и Хазэ, он видит Бога, видение Бога, вот, и он произносит некие тексты, достаточно энигматичные, которые содержат в себе определенные пророчества или какие-то намеки, иллюзии на какие-то события прошлого и, может быть, будущего с точки зрения самого этого Белама, поминает разные народы, и в самих этих текстах нет ни малейшего ощущения, что есть какая-то червь в Беламе, что он проблематичная фигура. Эта червь заползает в тот момент, когда мы читаем нарративную рамку, а в нарративной рамке, как мы хорошо знаем, рассказывается о том, что Белам был нанят Балаком, сыном Цепора, царем Муава, с тем, чтобы проклясть Израиль, но проклясть Израиль ему не удалось, вместо этого Бог вкладывает в его уста благословение. В этой связи я сделаю очень маленькое отступление. Был задан вопрос после предыдущего занятия, а, собственно говоря, кто он, этот Белам? Он язычник, когда почему он обращается к Богу Израиля или не обращается, кто такой Элухим, Шадай, в Торе, это, как правило, разные обозначения Бога Творца, и он же Бог Израиля, тем более, что в нарративных текстах он называется и четырехбуквенным именем, Йодхей Вавхей. Значит, судя по всему, мы видели, что в надписи Белама там боги к нему приходили, и он рассказывал о том, что собираются сделать Иштар и Шегер. вот, но, судя по всему, Торе очень важно подчеркнуть, что и Белам в результате признает над собой власть Бога Израиля. Опять же, повторяю, исходя из его притч и пророчеств, это не до конца как бы проблема не акцентирована, он просто произносит некоторые пророчества, переданные ему по его словам Богом и благословляет Израиль. Но в нарративной части он, несомненно, оказывается вынужден делать то, что ему говорит Бог Израиля. Бог Израиля вкладывает во уста необходимые слова и к неудовольствию Балакас, сына Цепора, царя Муава, Бел-Ам произносит благословение а не проклятие. То есть, в каком-то смысле он высмеивается как пророк, который на самом деле своего рода такая марионетка, которая по своей воле не может пошевелить ничем. Теперь в еще большей степени это, конечно, проявляется в рассказе об Аслице. И хотя все построено таким образом, что сначала есть некоторая последовательность нарратива. Сначала Барак посылает своих людей к Беламу, тот вначале не принимает предложения, а потом принимает и идет. Вслед за этим следует история со Слицей, потом Белам приходит к Цепору, к Балаку царю Муава, потом происходят вот эти попытки проклясть Израиль, которые оканчиваются благословением, но на самом деле да, сейчас, Эмилия, я просто доскажу и я скажу, дам вам слово. Значит, на самом деле достаточно очевидно, что это новелла об Аслице, она, в общем, как бы такая, носит такой вставной характер, без нее бы повествование тоже очень легко бы прошло, если вы попробуете прочитать нарратив о Беламе, опустив историю об Аслице, то нарратив нисколько не пострадает. Какова же цель все-таки этого нарратива? Она достаточно очевидна. Тут уж Белам полностью выставляется насмерть. Оказывается, что его Аслица видит больше, чем он, хваленый пророк. Она видит ангела, который стоит на дороге и не пускает, а он не видит. Посему как бы Белам, его, как бы сказать, пророческое реноме оказывается совершенно пошатнувшимся. И более того, и это последнее, что я скажу до того, что мы сделаем интермедиу на вопросы, постепенно, постепенно складывается традиция, которая подчеркивает, что он был не пророк, о колдун. Например, в книге Йошуа говорится «Велам, хакосэм». И это почувствовали очень хорошо мудрецы, которые сказали, вначале он был пророком, а в результате стал колдуном. Он был понижен в звании. Сделаем на секундочку остановку, я выйду сейчас отсюда. Эмиль, вы хотели задать вопрос, пожалуйста. Эмиль, вы поднимали руку, хотели задать вопрос. Микрофон, меня слышно сейчас? Да, вас слышно. Значит, у меня вот такой вопрос. Вы высказали такую мысль, не знаю, насколько она для вас важна, что редакция Тары примерно совпадает со временем жизни Белама, то есть восьмой век, конец восьмого века до нашей эры, и вы высказали такую мысль, что причина того, что он упоминается в Таре, это очевидно, что вот он был такой довольно-таки значимый какой-то значит, или человек, или образ, или я не знаю кто, но Тара не могла его обойти именно поэтому. Так я понял вас, да? То есть она его ввела в текст, потому что он как бы исторически был, и люди его знали. Получается, что у меня такой вопрос, как бы люди, которые читали Тару, они как бы, ну или близко к этому времени, или после этого времени, то есть они ассоциировали это с историческим Беламом, потому что в Таре это время совершенно другое, да? То есть как это время обозначено в Таре, это там тысячелетия разделяют этот момент, когда эта надпись была найдена, и когда он как бы был введен в текст Таре, да? Все-таки не тысячелетие, будем уж тогда уточним. Я, кстати, ничего не говорил о редакции Торы и о времени жизни Белама, но уж если мы говорим, то вроде как по Торе получается, что Белам современник Муше, значит, выход из Египта, те попытки, которые делались как-то это датировать, говорили все время о 12, конце 12 века, надпись Белама это 8 век, то есть это не тысячелетие, а все-таки около 400 лет, теперь я ничего не сказал о том, во-первых, редакции, а во-вторых, о том, как те, кто читали текстуры воспринимают, что значит те, кто читали, в разное время читали по-разному, но допустим, скажем так, люди в библейскую эпоху, в эпоху второго храма, перепрыгнем в эпоху второго храма, когда текстуры очевидно канонизируются, что-нибудь было известно из древневосточных источников о Беламе сыне Беора, ответ, мы не знаем, мы не знаем, именно потому мы не знаем, что в отличие от Ханоха, которого я тоже упомянул, и в связи с которым создаются масса всевозможных текстов как раз в эпоху второго храма, по поводу Белама до нас дошла только эта надпись 8 века до новой эры, поэтому мы не знаем по большому счету, что было известно еврейским читателям о Беламе сыне Беора, помимо того, что написано в Торе. Мы просто этого не можем определить, у нас недостаточно материалов, но я допускаю, что, скажем, в эпоху первого храма Белам Беор был известен в нашей уекумении, независимо от того, был ли он историческим лицом или некоторым литературным образом, а может быть и то, и другое вместе, но я думаю, и это я подтверждаю свою мысль, что именно вследствие его значимости, именно вследствие того, что он был не каким-то рядовым, рядовой фигурой, он был введен Торой в свой нарратив, при этом происходит, так сказать, деконструкция, можно так сформулировать, деконструкция этого образа, то есть он переворачивается, он начинает как бы работать против своего, против своего как бы культурного контекста, из которого он вышел, в конечном счете он высмеивается и в некоторых текстах подчеркивается, что он еще и злодей, в каком смысле злодей, в Танахи не употребляется по отношению к нему бела мараша, но есть некоторые тексты, из которых можно понять, что в общем он не просто согласился за деньги проклясть Израиль, а он как бы ну в общем не тот файл я открыл, прошу прощения, а он в общем как бы делал это по своей в охотку Я извиняюсь, я вас я бы не хотел сейчас говорить о толковании образа Белама в Торе, это совершенно другой вопрос, я сейчас хотел остановиться вот именно вот на этом моменте, то есть вы считаете, что образ Белама это некое нарицательное, как я допустим так считаю, то есть он был действительно, есть прототип, он использован в Торе, или вы считаете, что все-таки Тора в какой-то мере является мамаш, как бы то есть как бы историческим каким-то документом одновременно тоже, вот соотносится ли Тора с историей чисто нарицательной для своих идей как эпос или она использует или для нее важно именно то, что вот ну эти исторические образы, все, что их реальность ну как бы так сказать не чисто нарисательная, а какая-то историческая тоже, то есть не то, что эта история поддерживает ваш вопрос, я понял ваше вопрос и мы начали я не думаю что это нарицательный образ, я не думаю так, я думаю что это вполне конкретный и исторический теперь что касается исторический то я осторожно пользуюсь этим словом в каком смысле исторический Мы не можем доказать существование, реальное существование человека, пророка по имени Белам бен Беор, жившего в такое-то время в таком-то месте. Но мы можем доказать другое, что существовали культовые, литературные, религиозные традиции, которые рассказывали о таком пророке, о таком человеке. И эти традиции, как вообще свойственным традициям, они как бы кочуют. Они были известны, видимо, и в народе Израиля. И в конечном счете этот человек попадает в Тору. Теперь, несмотря на то, что вы говорите, что вы не хотите заниматься сейчас толкованием образа Белама в Торе, но я все же скажу буквально несколько слов, потому что существенный момент. Ибо Белам становится действительно знаковой фигурой и в литературе мудрецов, которые сравнивают его то с Авраамом, то с Моше, подчеркивая, с одной стороны, что он является их антиподами. В трактате Авод, например, говорится о том, что Авраам, его ученики и Белама, его ученики, несут в себе ровно противоположные черты. А с другой стороны, есть тексты, которые сравнивают Белама с Моше, и говорятся иногда такие вещи, что по степени, как бы сказать, пророческой силы Белам нисколько не уступал Моше, а некоторые говорят, что в чем-то даже обладал определенными свойствами, которые были недоступны и самому Моше тоже. Есть огромное количество дрошот про Белама в литературе мудрецов, но при всем этом, при том, что они готовы признавать пророческую величину Белама, дрошот эти, как правило, носят отрицательный характер, то есть они его представляют или злодеем, испорченным человеком, или колдуном, или человеком, который выражает своим существованием ненависть по отношению к Израилю. Более того, я уже так в скобках отмечу, есть основания полагать, что в некоторых дрошот, так, по крайней мере, некоторые исследователи считают, Белам становится не столько наицательным образом, сколько типологическим, и сквозь него просвечивает, сквозь дрошот о Беламе просвечивает время от времени то напряжение, которое существует между еврейскими мудрецами и христианскими авторами. И те, и другие используют Белама с целью атаковать своих противников, своих соперников. Но я еще раз, как бы, подводя итог этому нашему обсуждению, касающемуся Белама, я еще раз говорю, нет сомнения, что, и это как бы для мудрецов, опять же, это было очевидно, что Белам фигура особая, вплоть до того, что в трактате Баба Бакра, где задается вопрос, кто написал какие книги Танаха, про Моше сказано, что Моше написал свою книгу Парашат Белам и Сефериол. То есть, как бы, эти главы, связанные с Беламом, выделяются просто как в особое произведение, которое создает, с точки зрения халмудических авторов, Моше, с тем, чтобы полемизировать вот таким вот образом иноземного пророка. Повторяю, это единственный, единственный иноземный пророк в Танахе, другого нет. И, видимо, я бы сказал так, что Торе было важно на определенном этапе столкнуть силу израильского пророчества с силой пророчества инородного, которое было, существовало и было известно. И было очень важно подчеркнуть, во-первых, что это пророчество, даже если существует, то в конечном счете служит рупором Бога Израиля, даже если сам пророк этого не хочет, и в конечном счете это обращается на пользу народа Израиля, и как бы снимается языческий ореол, то есть представить себе, Тора не представляет себе, что может быть пророк, который обращается к другим богам. Тогда это уже вообще никакое не пророчество. Это очевидная, заведомая ложь, подделка. В книге Дворим упоминается такого рода возможность, и говорится о том, что такой пророк очевидно не пророк. Пророк может говорить только от имени Бога Израиля. Я со всем этим согласен, что вы сейчас сказали, я абсолютно согласен. Но у меня вот эта интуиция подсказывает, она осталась, и у меня такая простая проверка. Кто-то из пророков, кто-то из всего, всех тех, которые говорили, даже сам Моше, или кто-то вообще, кто упоминает, или в любом поршанут об этом, кто-то упоминает, реальность историческую Белама или нет. Вот это мне важно. Понимаете? Я не знаю, что вы называете исторической реальностью, но есть один пророк, который упоминает Белама. Это пророк Миха. И уж, коли вы спрашиваете, так я процитирую это место. Пророк Миха – это пророк-современник Ишаяу-бен-эмоца. То есть он жил в конце 8-го, в начале 7-го века до новой эры. То есть фактически современник нашей надписи, о которой мы говорили. И вот он, это 6-я глава пророка Миха, говорит такую вещь. Кстати, эта глава стала частью, вошла в авторот. И вот он говорит так. И что ответил ему Белам сына Беора в местах от Шитим и до Гилгаля, в местах, которые действительно упоминаются в книге Бемидбар и в книге Йошуа. С тем, чтобы узнать спасение Господне. Ничего больше о Беламе он здесь не сообщает. Очевидно, что он как бы знает традицию. Миха знает традицию, которая описана в Торе, о взаимоотношениях Белама и Балака. Можно осторожно предположить, что Миха, наверное, имеет в виду попытку Балака нанять Белама с тем, чтобы проклясть Израиль. Он этого прямо не говорит. Но надо полагать, что традиции эти были известны. К сожалению, никто больше из пророков Белама не упоминает. Да и это упоминание. Оно говорит о упоминании в Торе. Он просто... Это то же самое дроша Торы. Он из Торы берет идею Белама. Он никакую идею здесь не берет. Он просто задает некий вопрос полуриторический. Вспомни, что планировал Балак и что ответил ему Белам. Все. Это вопрос касается того, как это описывается в Торе, а не нечто внешнее. Нет. Смотрите, если ваш вопрос относился к тому, упоминает ли кто-либо из астонахических авторов какие-то внешние источники, в которых рассказывается Белами, то ответ однозначный нет. Нет. Вот это я хотел узнать. Есть еще у кого-нибудь какие-нибудь вопросы по поводу Белама? Пожалуйста, не стесняйтесь. Задавайте, пока мы не перешли к другой теме. Хотелось бы, чтобы какая-то интеракция состоялась с другими участниками тоже. Есть ли какие-то вопросы? Да, пожалуйста, вас слышно. Есть. Если меня слышно. Да, вас слышно. Меня очень интересует история со слицей и вашей ее интерпретацией. Да. Пожалуй, это самое большое доказательство, что это очень большой пророк, потому что он общался с животными на их языке. Или мы где, я ошибаюсь, или еще есть кто-то из пророков, кто с животными общался. Значит, спасибо за ваш вопрос. По-моему, нету. Это такая тонкость, которая для меня лично показывает, что эта величина, помимо того, что наши старцы пишут, что эта величина не ниже Моше. Еще были колдуны в Египте. Еще были колдуны в Египте, как вы помните. И с ними тоже Моше состязался. Я думаю, что уровень состязания не меньше, чем с Балаком. С Беламом. С Беламом, извиняюсь. Не меньше. Да. Дело в том, что не Белам разговаривает с ослицей на языке животных, а ослица разговаривает с Беламом на языке человека. Хорошо. Это то, что здесь написано. Это как вся тара, это иносказание. Этого я не знаю. Этого я не знаю. Вы знаете что? Александр, я хочу вам сказать так. Когда мы такое говорим, мы всегда должны иметь в виду такую очень важную вещь, что всегда есть место для альтернативного объяснения. Это как такое правило Шерлока Холмса, которое все время толковывал доктор Уолл. Согласен. Поэтому, когда вы говорите, что это иносказание, это возможная интерпретация. Очень многие тексты в Торе так толковал, например, Рамбан. Но это совершенно не очевидно. Из животного мира физиологически голосовой аппарат, который способен воспроизводить человеческую речь, известен только одной породы попугаю. Да, но Тора не учебник зоологии. Вот что интересно. Я понимаю. А, хорошо. Тогда ворон с Ноохом разговаривал. Этого мы не знаем. Ну как, тара же описывает. Тора не описывает разговор. Ну там пояснение или еще что-то. Есть и толкование. Есть и толкование. А, это толкование. Понял. Вопроса больше нет. Спасибо. Есть еще одно знаменитое место, где животное разговаривает. Это, конечно, история в райском саду, где разговаривает змей. Это другой уровень. Но если вы райский сад тоже принимаете, как реально описанное в стране, когда и первый человек имеет руки-ноги. Ну о чем говорить? Секунду. Я не сказал, как реально описанное. Помимо возможности интерпретировать что-то как иносказание, есть еще очень много разных возможностей. Я вовсе не хотел сказать, что это исходило в реальной действительности. Я хочу сказать, что здесь описана некоторая история. Значит, история, скажем, в райском саду, может быть, я определяю ее как миф. Теперь, что касается, что миф, опять же, в том значении этого слова, которое мы дали на первом занятии. Довольно ясное понятие. Некоторые секур о том, что мы не знаем. Некоторые рассказы о том, чего мы не знаем, не понимаем и никогда не будем. Не так. И это тоже, но помимо прочего, это некоторое, так сказать, воспроизведение, воспроизведение размышлений о бытии, но не философское, а как бы вот в такой нарративной форме. Это то, что называется миф. Теперь, что касается рассказа об ослице, то я бы, опять же, скорее определил этот жанр как такую притчообразную сатиру. Рассказчика здесь не столько интересует в реальности, реально разговаривал ли ослица или нереально. Его интересует... Можно вставить. Я понял вашу идею. Я хотел бы вставить. Осел – это хамор. Хамор. Хамор – это наш эгоизм, наша материальность. Ну, хорошо. Вот в это время идет разговор. Только здесь не хамор, а а тон. Заметьте, что речь идет о бослице, которая называется словом а тон, а не хамор. Но неважно. Опять-таки, утверждение, что хамор – это наша материальность, это тоже одна из возможных, один из возможных путей понять те или иные тексты. Да, конечно. Но это совершенно необязательно. Это так же, как Христос ехал на белое ослице, допустим. Все это... Ну, хорошо. Вся тара такая, но нету там других мест в таре. И что из этого следует? Ну, или вы ее изучаете как исторический факт, или как метафизический. Ну, нельзя же начать книгу читать на немецком, а потом, когда вам угодно, вы говорите, нет, это китайское слово. Секунду. Секунду. Есть метафизическое прочтение, есть историческое, есть еще литературное. Так вот, я предлагаю литературное прочтение текста и пытаюсь понять, что текст мне говорит. Литературно. В данном случае, я литературно анализирую этот текст, я понимаю так, что передо мной текст сатирический, который высмеивает Билама. Это про ослицу. Это текст про ослицу, да. Или весь текст старый сатирический? Нет, текст, рассказ про ослицу, про Билама у ослицу. Я такого, я про весь текст вовсе не говорил такого. Нет, я спрашиваю, может быть, есть текст такой? Нет, отметьте. Но этот рассказ мне представляется именно... Если вы говорите, что это литературно, я последний. Есть такой рассказ Муму, вы помните, наверное? Да, помню. Он утопил Муму. Литературно, ну, утопил и все. Но литературно же, это переживание его, и ушел Герасим и так далее. Если так говорить, то важно его переживание, которое не описано. И вот это называется литературное воздействие. Так и здесь вот на меня литературное воздействие. Вот это высота. Он понимает язык животных. Ну, животные с ним разговаривают, это как угодно, литературное. Так мы как будем рассматривать Тару? Как литературу, как откровение, как трансформацию божественного откровения? Как что? Или вообще это документ, составленный во времена второго храма? Я такого... Одну секунду, Александр. Я хочу вам сказать следующее. Значит, рассматривать... Во-первых, Тора текст чрезвычайно емкий и многоликий. Не зря мудрецы говорили, что у Торы 70 лиц. Рассматривать Тору можно на разных уровнях, по-разному подходить к тексту. Единственное, что, на мой взгляд, необходимо проявлять максимальную осторожность и максимальное уважение. Уважение. Согласен. Я бы назвал это трепетом. Максимальный трепет. Поэтому, когда вы говорите про юмор, я бы не влез в этот разговор. Но как только появилось слово такое... А что смех? А смех это вещь, которая... Не смех, а юмор. Это как смеяться и насмехаться. Хорошо. Ну, нету там такого в Торе. Тора – это то, как нам жить. Значит, опять же... И что будет в нашей жизни? Это вопрос спорный. Есть ли такое в Торе или нет? Согласен. Значит, на мой взгляд, такое там есть. И Тора, опять же, текст очень многообразный. Теперь Тора может рассматриваться и восприниматься как божественное откровение, естественно, человеком верующим. И Тора тем же верующим человеком может в другой ситуации восприниматься как текст, который вызывает к интерпретации и к пониманию его именно как текста. Тора может читаться, исследоваться и как текст, который, возможно, отражает определенные исторические реалии. Все это вполне возможно. Я рад, что история с Беламом вызвала такой диалог и такой спор. Но я подчеркиваю снова, что те прочтения текста, которые я вам предлагаю, не являются единственными. Текст можно читать по-разному. И то, что, скажем, вы предлагали, иносказание, метафизическое прочтение, это тоже одно из возможных прочтений. Разумеется, есть и мистическое прочтение, каббалистическое мистическое прочтение, история о Белами, которое, скажем, описано в Зогаре и в других текстах. Есть масса возможностей. Поэтому, как бы, мое прочтение, оно так или иначе было связано с теми вопросами, которые мы затрагиваем в рамках курса. Курс же все-таки занимается вопросом взаимоотношения текста. Да, наверное, я в сторону. И Мидраши. Я, наверное, в сторону. Хорошо. Я вам в любом случае благодарен за то, что вы ведете эту передачу. И для меня это очень важно. Лично для меня. Спасибо. Все хорошо. Извините, что я так много времени занял. Все в порядке. Перед тем, как мы перейдем, начнем следующую тему. Есть ли у кого-то какие-то короткие вопросы, кто хотел бы задать? У меня такой технический вопрос. Вы будете говорить о сопоставлении Йоба и Белама? Или нет? Уже мы заканчиваем. Откровенно говоря, я не собирался говорить о сопоставлении Белама и Йоба. Я упомянул, что есть как бы дрошот, хазаль, которые ставят их друг рядом с другом, называя и того, и другого пророком. Но это как бы немножко выходит за рамки нашего дискурса сейчас. Я не ставил это целью своего разговора о Беламе. Потому что сравнивать Белама можно, опять же, и он и с Муше сравнивается, и с Авраамом сравнивается, и с Ловом сравнивается, и с другими персонажами. Но в любом случае его в самом Танахе напрямую провидцем или пророком не называется. Окей. Хорошо. С вашего разрешения я все-таки перейду, начну следующую тему, которую я заявил. Мы двигаемся по Торе, а дальше мы перейдем к книгам ранних пророков. Так вот, последняя глобальная тема, связанная с Торой, это, конечно же, пятая книга Торы, книга дворин, которая, несомненно, стоит особняком среди книг Торы, прежде всего потому, что она представляет собой в целом, да, как бы в своей большей части речь Муше. Речь Муше от первого лица, он говорит с народом Израиля, по окончании скитаний по пустыне, и, как бы, речь эта построена таким образом, помимо, как бы, такой общей нарративной рамки, где говорится о самом Муше, и нескольких ставок в середине, где тоже это, говорится, не от имени Муше, в целом речь построена таким образом. Муше обращается к Израилю, находящемуся еще у горы Синай, с требованием начать движение по запланированному пути, уже после оглашения приговора, связанного с преступлением разведчиков. Муше вслед за тем упоминает несколько ключевых моментов истории Израиля, начиная с исхода из Египта и вплоть до данного момента, подчеркивая при этом, с одной стороны, милость Бога, а с другой стороны, неоднократную неверность и неблагодарность Израиля, после чего начинаются законы, которыми мы в рамках нашего курса заниматься не будем, но большую часть книги все-таки составляют законы. И заканчивается эта речь Муше, заканчивается она с благословениями и проклятиями в случае соблюдения или несоблюдения завета с Богом, и некоторым напутственным словом, которое Муше обращает к коленам Израиля, то, что называется беркат Муше, благословение Муше, которое в каком-то смысле является определенной параллелью благословения Яя Акова в конце книги Береши. Такая структура, кстати говоря, хотя я не собирался специально говорить об этом, но сама по себе структура известна нам. Так любопытно, что именно так строились политические договоры на Древнем Востоке. Такого рода договоры известны нам из хетских источников и из более поздних ассирийских источников. Там действительно строится таким образом, что когда заключается договор между царем и его вассалом, подчиняющимся ему, то это строится именно так. Сначала рассказывается история взаимоотношений, из которой следует необходимая обязанность вассала подчиниться и соблюдать волю своего господина. Вслед за тем идут условия договора, так сказать, сухая часть, законная его часть, а потом тоже благословение и проклятие в случае соблюдения или несоблюдения этого договора. Один из очень крупных исследователей Танаха во второй половине XX века, Муша Вайнфельд, написал большую книгу по-английски на эту тему, в которую он как раз сопоставляет строение и некоторые идеи книги Дворим вот с этим, так сказать, с этой формой составления договоров. Только вместо политического договора здесь перед нами заключение завета между Богом и народом, аналога которому как раз древневосточных текстов нет. Но нас будет здесь интересовать главным образом другая сторона книги Дворим, а именно то обстоятельство, как пересказывает Муше историю Израиля с момента выхода из Египта. Мы убедимся в том, что есть довольно серьезные отличия от того, что рассказывается нам в книгах Шимот, Бамидбар, от того, что пересказывает, казалось бы, Муше в своей речи. И когда мы почитаем эти тексты, мы тогда и зададимся вопросом о том, хотя я и выставил заголовок здесь «Сефер Дворим, Крига Дворим, как Медраж», мы тогда действительно зададимся вопросом о том, как определить взаимоотношения этой книги с текстами, к которым она посылает нас. Это речь Муше. Еще одну вещь перед тем, как прочесть первый такой текст, я упомяну, что книга Дворим, в отличие от других книг Торы, судя по всему, упоминается, хотя и не называется так, но упоминается в книге царей, в книге Млахим. Там рассказывается такая история. Уже за несколько десятилетий до разрушения Иерусалима и храма Вилонинами, то есть в самом конце VII века до новой эры, царь Йошиягу, последний сильный царь Иудеи, отдает приказ произвести некоторые ремонтные работы в храме. И во время этих работ находят книгу, которая называется словами «То Сеферанимца», «То Сеферабрит», то есть «Найденная книга» или «Книга Завета». Эту книгу ему приносят, и он ее читает. Прочитая эту книгу, он разрывает одежды в ужасе и в горе, созывает весь народ, те, кто находятся в Иерусалиме, и заключает вновь союз между народом и Богом, причем знаком этого союза и условием этого союза является эта книга. После чего рассказывается о некой всеобъемлющей реформе, которую царь Йошиягу производит. И судя по тому, как описывается эта реформа, возникает сильное ощущение, что речь идет о книге «Дворим». Почему? Потому что в основе этой реформы лежит отрицание какой бы то ни было возможности служить Богу вне храма в Иерусалиме. Йошиягу уничтожает все местные святилища. На самом деле до него уже это начинает делать его прадед Хискияу, а он как бы довершает эту работу. А дело в том, что одной из идей, которая явно озвучивается в книге «Дворим» и нигде больше в Торе, в явной форме, является идея о том, что Богу служить можно только в одном месте, которое Бог избирает. По этому поводу изберет. По этому поводу есть спор между евреями и самаритянами. Евреи утверждают, наша традиция утверждает, что подразумевается Иерусалим и Иерусалимский храм, поскольку написано «Ашер-Ивха», то есть «изберет». В Торе написано «изберет», потому что еще не избрал. А самаритяне, в самаритянском пятикнижии, в этом месте это исправляется на Бахар, избрал и, соответственно, утверждается, что здесь подразумевается шхем. Шхем действительно появляется в книге «Дворим» и упоминается там. Но мы будем исходить все-таки из еврейской традиции, которая подразумевает избрание Иерусалима. Во всяком случае, судя по всему, так и понимает эти слова Йошияу. И можно сказать, что мы прикасаемся здесь к удивительному моменту, как бы касаемся удивительного звена еврейской истории. Первое очевидное свидетельство канонизации священного текста. Это как бы рассказ о том, как некая книга Торы становится обязывающим текстом. Можно, конечно, предположить, что это и пятикнижья, «Пять книг Торы», но это напрямую из рассказа не следует. А то, что в основе всего лежит явно книга «Дворим», это очевидно, и это как бы вторая такая вот особенность этой книги, если мы сравниваем ее с остальными книгами Торы. Значит, на самом деле, тексты мы уже прочесть не успеем, но я, по крайней мере, их вам покажу. Прочтем мы их в следующий раз. Я вам покажу, о каких текстах идет речь. Может быть, вы даже прочтете их заранее и сможете подготовить какие-то вопросы. Вот смотрите, что нас ждет. Первый текст. Рассказ о том, как Муше назначает судей. Мы сравним текст книги «Шмот», а также текст книги «Бамидбар» 11 главу с рассказом из книги «Дворим». И один из ключевых вопросов, который будет стоять перед нами – куда пропал Итро? В книге «Шмот» он играет центральную роль при назначении судей. Это первый текст, который мы прочтем. Первый сюжет. Второй сюжет будет связан с рассказом о разведчиках. Мы сравним, естественно, текст книги «Бамидбар» с текстом книги «Дворим» и обнаружим там удивительные расхождения. Удивительные расхождения. В этой связи будет еще такое очень точечное место в рассказе о разведчиках, которые я тоже сравню между двумя книгами. Затем будет стоять перед нами такой вопрос. В чем согрешил Муше? Каков был его грех? Согласно книге «Бамидбар» и согласно книге «Дворим». Оказывается, это совершенно не одно и то же. Еще один текст, который мы прочтем, в чем состояло преступление «Амалека» согласно книге «Шмот» и согласно книге «Дворим». А также «Кто не боялся Бога». Это говорится в книге «Дворим» и не очень ясно, о ком идет речь, об «Амалеке» или об «Израиле». И последний текст, которым мы займемся, это текст, связанный с «Идомом». Что произошло между «Идомом» и «Израилем» согласно книге «Бамидбар» и согласно книге «Дворим». Вот это те сюжеты, которые займут нас на следующем занятии, перед тем, как мы закончим разговор о Торе. Поскольку время наше подходит к концу, я уже не буду сейчас начинать чтение текстов. У нас буквально несколько минут. Если есть какие-то вопросы, связанные с той преамбулой о книге «Дворим», которую я сейчас вам представил, то я буду рад на них ответить. Кто-то тянет руку. Эмиль, да, пожалуйста. Какой у вас вопрос? Вот у меня такой вопрос. Собственно, мы должны как-то определиться, как мы относимся к текстам, потому что не может быть, чтобы один текст был какой-то летописью, а другой был текст более прагматическим. То есть направлен на какое-то конкретное желание что-то такое воспитать или внушить, или объяснить, или определить. И вот поэтому у меня такой вопрос. Из того, что вы сказали, мы должны решить. То есть вот это нахождение книги «Дворим» и соответствующие выводы, которые из этого делаются, и идея того включить эту книгу и так далее, как бы это говорить, и все. Значит, вы это воспринимаете как исторический факт, или это на самом деле некая риторика, которая должна объяснить, как люди должны относиться к храму, что они должны... Напоминание о том, что нельзя в других местах делать жертвоприношение, что надо честно отдавать те деньги, вести счет тому, что посвящается храму, чтобы это было... Это не, так сказать, это все кодыш, и нельзя этим так пренебрегать, и надо это все перестроить. То есть это желание перестройки в этой книге пророка сказано, или это какие-то исторические события. Вот здесь нужно как-то... Смотрите, у меня нет никаких оснований подвергать сомнению общую историческую канву того, что рассказывается в данном месте в книге Млахин, в книге царей. Я не замечаю там какой-то специальной апологетики, ангажированности. Рассказ, опять же, всегда хорошо, если мы говорим об истории, иметь несколько параллельных источников, но в данном случае мы, к сожалению, такой возможности лишены, и нет какого-то другого источника, который бы рассказывал. Но, опять-таки, рассказ о, скажем так, о публикации, если угодно, книги Дворим и о реформе, которая была после этого произведена царем Йошияу, у меня лично как бы не вызывает побуждения подвергнуть этому какому-то сомнению. В целом и общем, какие-то определенные детали могут обсуждаться. Вот, так что... Я понял вашу точку зрения. Спасибо. Есть еще какие-то вопросы? Вопросы, замечания по поводу книги Дворим? У нас сегодня было в основном два выступающих. Хотелось бы, чтобы кто-то еще что-то сказал. Спросил. Если стесняетесь задать вопрос устно, можно спросить в чате. Есть ли какие-то вопросы? Нет. Ну, хорошо. Большое спасибо. Это очень интересно. Это очень захватывающая история. Я очень рад, что присоединился к этому курсу. Спасибо вам. Спасибо вам. И, значит, мы в следующий раз читаем книгу Дворим, сравниваем ее с текстами из Шмот и Бамидбар. Не законы, а именно рассказы. И, пожалуйста, готовьте свои вопросы. Буду очень рада на них ответить. А пока что всего доброго и до следующей встречи. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.